ПЕСНЯ 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 Андрей Масковский, трибуна. Скажи, пожалуйста, какова травма? Травма серьезная. Удар был прямо шипами, прямо в колено, и я думаю, что травма не из простых. Травма серьезная. Посмотрим, конечно, но дай Бог, чтобы не было никаких повреждений, но пока понятно, что человек выпал, а так поисков неизвестно. Вдогонку сразу. Вместо него вышел Николич, и показалась трибуна, что пропала острота немножко. Насколько вообще вы довольны действиями Николича? И правильно я понимаю, что на Лукиче завязана вся конструктивная игра? Я понимаю, что я больше склоняюсь, что начинает у меня играть Лукич, а потом по замене выходит Николич, то есть два заменяемых игрока. Да, он старался, он старается перенять новые сейчас требования, потому что раньше он играл немножко в другой позиции, другие требования. Ну, я или двумя доволен. Каждый играет в силу своих способностей, и то, что он старался, у меня нет никаких вопросов. Петр Заяц, футбол Бивай. Бегунов снова остался в запасе, у него еще повреждения мешают ему играть или слишком хорошо. Быков отыграл на этой позиции? Вы поймите, что меня Быков вполне устраивает на этой позиции. Я хочу видеть фанги более даже атакующие, еще более атакующие. И то, что Бегунов остался в запасе, у меня немножко отличаются требованиями. Поэтому и нет времени сыграться, нет времени опробивать, потому что игра на игре идет, поэтому я и Бегунов оставил в запасе, чтобы посмотреть, где нести какие изменения, или на правый, или на левый фланг. Потому что Бегунов мог это вот так. Хотя были еще различные мне варианты. Я думал, может даже Быкова левее поставить, а Бегунова на правый фланг. Но я не захотел уже менять, получается, как бы меняются, обновляются две позиции. По мне Бегунов хорошо вышел. Березет теперь был на ком. В одном журналист только что сказал, что его команды еще на тракторе не имели такого большого преимущества, как сегодня. Для вас проблема, что Динамо сыграл вторым номером и без мяча у нас в основном из своей матчей? Ну, если вы знаете статистику чемпионата Европы, то знаете или нет? Ну, скорее такую. Такую статистику чемпионата Европы, что из 53 или 55 матчей, точно не знаю количество, 15 матчей побежала та команда, которая больше выдела преимуществами. Так вам, да, общего сведения. Победа была именно у тех команд, которые меньше владеют. Последний вам пример – игра «Юветтуса», если вы помните. Первый тайм «Юветтус» должен быть 2-4-5 мячей, а то владел инициативой. Поэтому я вам ответил на ваш вопрос. Если можно еще одну нагонку. Вы говорили, что для вас важно выбернуть болельщика на трибуны. Насколько вы, во-первых, довольны тем, как вас поддерживали сегодня? И во-вторых, насколько эта игра может помочь выбернуть символичию? Я еще раз вам повторяю. Мы играли так, по той причине, что нас заставил соперник играть так. Брест – хорошая команда, я ничего не могу сказать. Они нас заставили. Да, у нас был план играть выше. Но они нас заставили сесть ниже. Но это футбол, это нормально. И они определяют, что для меня будут значительно хуже, если ребята будут уходить от борьбы. Если ребята будут не дорабатывать. Вот это для меня уже предательство. А болельщику приходят люди на трибуну назад. Получат довольствие. Эмоции. Те эмоции, которые футболисты оставляют на поле, это как актер спектакля. Вы же ничего этого не понимаете. Но вы хотите получить эмоции того актера, который ранен. Так и футболисты. Бывает итальянцы. Почему они ходят на футбол? Да ему нравится единоборство. Как люди вступают в отбор, как люди ведут единоборство, как люди отдают свои эмоции на поле. Поэтому и входит в полный стадион. В Англии. Многие команды показывают феерический футбол. Там что делать? Там каждый единоборство, люди сражаются, люди бьются, люди выкладываются на предель. Поэтому это полный стадион. А то, что мы сегодня играли вторым номером, это заслуга Бреста. Мы не планируем так играть, но они нас заставили так играть. Но я ребятам не могу предъявить ни одной. Они выложить, выложить по максимуму. Да, я говорю, результат может быть разный. Мы могли еще и увеличить преимущество, но могли еще сыграть. Ничего страшного не вижу это. Будем работать, есть начальник. Спасибо. Закон в плечу. Еще вопросы есть? Меня мало кто догонял. Швейцов в очередной раз сегодня сыграл в старте. Можно предположить, что он у вас будет основным центральным защитником? Сколько у меня защитников? Есть еще кузьменок, по крайней мере. Сегодня кто играл? Галович, Швейцов. Если Швейцов будет показывать добротный футбол и будет также прогрессировать, он будет играть в составе. Экран-экран! Экран-экран!